Аппаратное совещание По этому показателю Ульяновская область должна стать одним из самых передовых регионов России. Кадровое решение введением поста нового вице-премьера не ограничится. Участникам аппаратного совещания губернатор представил будущего министра молодежного развития Ирину Лукьянову. Сегодня она работает у нас здесь, в аппарате администрации губернатора. Занимает должность заместительного начальника департамента по взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими партиями. Вот и по общественным проектам, в том числе, сегодня она рекомендована на кадровой комиссии для назначения на должность министра молодежного развития. Кстати, одно из направлений указа президента – улучшение демографической ситуации и увеличение продолжительности жизни россиян. Ульяновской области на эту инициативу отреагирует разделением Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия на два ведомства. В главе Минздрава останется Рашид Абдулов, а вот второе направление возглавит бывший руководитель областной системы здравоохранения. Министерство семейной и демографической политики, такое министерство будет создано и с второго полугодия начнет работать, возглавит в должности министр-заместитель председателя правительства дегтярь Павел Сергеевич. Еще одно изменение произошло в муниципальном управлении. Главой администрации Барышевского района Советом депутатов утвержден Алексей Терентьев. Прежде он отвечал за вопросы жилищно-коммунального комплекса в муниципалитете. Выполнение майского указа президента невозможно без наведения порядка в здравоохранении. Работу этой отрасли губернатор подверг резкой критике. Постоянные жалобы людей на хамство, пренебрежение, невнимательность со стороны медперсонала стали уже притчей во языцах. Сегодняшний день усилим контроль в части отработки опроса этики и донтологии. Я еще раз подчеркиваю, это мой личный выезд и объезды всех лечебных учреждений в город Ульяновск. И последующие выездные проведения Совета главных врачей в районах. Руководитель Минздрава также уведомил о том, что число жалоб на работу медучреждений в этом году сократилось. А вот к дорогам Димитровграда количество претензий не сокращается. В прошлом году чуть была не сорвана программа ремонта. И в этом году ситуация не лучше. В начале сезона объем ремонта у нас не превышал суточной 30-34 квадратных метров. Значит, буквально на прошлой неделе была запущена струнная инъекционная машина. Вышли на темп ремонта 110-140 квадратных метров в сутки. Конечно же, этого недостаточно. Но это же практически вообще ничего не хотят делать. И действительно, в Димитровграде невозможно проехать. Вот я тут приехал к родственникам. Ну ужас. Вот просто все разговоры о массе бардака. И прежде всего, конечно, на дорогах. Правда, речь пока идет о ямочном ремонте, предваряющем ремонт капитальный. Но у руководства области, как и у Димитровградцев, тем не менее, возникают вопросы. Не провалится ли также и основная часть работ? Ответить на не глава города Алексей Кашаев так и не смог. По поводу дорог Александр Александрович докладывал, в чем была проблема. Сейчас аукционы закончатся, дороги начнем ремонтировать. Что сейчас закончится? Сейчас аукционы у нас пройдут, наговора заключим по ремонту дорог, будем ремонтироваться. Потом, если там не оспорят и потом там заключит, потом еще, так сказать, будут готовиться к выходу. Это только к 1 июля. А народ, а гости, которые там приезжают или там проездом двигаются, они будут смотреть вот на это убожество? Что делать-то будем? Как будем городу помогать? В очередной раз за решение проблемы, которая находится на муниципальном уровне, взялась областная власть. Губернатор поручил в кратчайшие сроки выявить наиболее проблемные участки Димитровградских дорог и заняться их восстановлением. В завершении аппаратного совещания поговорили о ходе весеннеполевых работ. Сев яровых, зерновых и зернобобовых культур завершен уже в Новоспасском и Павловском районах. Ряд муниципальных образований, которые отличились за предыдущую неделю, показали достаточно высокие темпы. Это и Кузоватский район, это и Радический район, это и Стармайнский район. Вот эти три муниципальных образования, которые показали достаточно высокие темпы за предыдущую неделю. В целом, Сергей Иванович, что касается весенних полевых работ, у нас идет в плановом режиме. Опасений никаких нет. На следующей неделе мы планируем уже сев ранних яровых и зернобобовых культур, соответственно, уже завершить. А вот подкорм козимых культур в области уже полностью завершена. По этому показателю регион числится в ряду передовиков в Приволжском федеральном округе. Кроме Ульяновской области, только Татарстану и Мордовию удалось этого добиться. Егор Титов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.